Ситуация такая получилась у нас. Семья нехорошая. Родственники мужа просто сказали выселиться, а я выселилась. Анна Слабкина оказалась на улице вместе с тремя несовершеннолетними детьми в прошлом году. Муж уехал из Хабаровска на заработки. Его родственники выгнали семью на улицу. Так они попали в кризисный центр. Там о них заботятся. Бесплатно предоставляют кров и питание, одевают и обывают малышей. Дают передышку, так необходимую, чтобы встать на ноги. Мне нравятся. И специалисты хорошие, и помощь помогают. И за детьми посидеть, когда я по делам куда-то езжу. Ну, переезжаем, мы сейчас квартиру снимать будем. И жить. Каким образом? То есть на детские? Ну, детские пособия, конечно. У нас бывали случаи, когда пожар выгорело все. Где-то надо пожить. И вот такие вот истории. Когда что-то случилось, и женщина оказалась на улице. Ну, конечно. Не может снимать жилье. Проблема с работой. Вроде бы все было более-менее стабильно. Это, как правило, одинокие мамы. С прошлого года помощи стало больше. На базе центра открылся первый семейный МФЦ. Его главное отличие от других – за каждой семьей закрепляют специалиста, который сопровождает ее до полного разрешения проблемного вопроса. Вы сколько раз здесь уже были? Первый раз? Нет, третий. Третий? Чем вы помогаете? Молодые, красивые? Ну, первый раз я обращалась за помощью в оформлении проездных на среднего ребенка. Так как вышел срок в связи с тем, что старшему сыну мне исполнилось 18 лет. Чтобы семьям не приходилось тратить время и ходить по инстанциям, собирая справки, семейный МФЦ заключил 60 соглашений о межведомственном взаимодействии с учреждениями соцзащиты, здравоохранения, культуры, образования. Это поможет родителям проводить больше времени с детьми, подчеркнул губернатор Михаил Дегтярев. Здесь она будет оказываться, услуга любая государственная, сразу с колеса. Ну, опыт вроде бы успешный, я так вижу. Все заряжены на результат. Будем его масштабировать, чтобы больше времени удавалось детям проводить с родителями. А родителям меньше времени проводить с бюрократией. С декабря в семейном МФЦ помощь получили уже 411 семей. В этом году подобные центры откроются в Бикинском и Ваненском районах. Наталья Чернышева, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Продолжение следует... Продолжение следует...